книга открытым оком том 7 вопрос 1951 тема смерть когда описывают житиях необычную кончину тех кто не симпатичен православным то можно ли на сто процентов этому верить ответ игнатия тихоновича лапкина нельзя потому что не раз было замечено что миссионеры когда они в пылу полемики касаются уже запредельного то тут они просто вражь ходят и цель у них часто была опорочить разнести несогласных псалом 30 18 господи да не постыжусь что я к тебе взываю нечестивые же да посрамятся да умолкнут вани притчи 24 17 18 не радуйся когда упадет враг твой и да не веселится сердце твое когда он споткнется иначе увидит господь и неугодно будет это в очах его и он отвратит от него гнев свой афанасий александрийский александрийский память 18 января его жития но бог премудро свыше все устраивающий разрушил планы их пресекшие злобу и жизнь ария и с какой силой языков при жизни извергал хульные слова на православие с такой уже и даже большую силою лопнула чрево его внутристи его выпали и он окаянный валялся в своей крови в нечистых местах так свершился достойный суд на нет будет над необузданным языком и злым сосудом напоенным зловонным гноем юридичества каковым был арий это ужасная смерть ария невольно вызывала на сравнение ее со смертью иуды предателя она произвела глубокое уныние в рядах его сторонников и естественно было принимаемо православными как высший приговор над всем его делом и действительно если смерть ария была даже естественной во всяком случае она была ужасную внезапную смертью и в ней нельзя не видеть высшего суда божия я вот к этому хотел добавить спрашивал врачей и вещах считаю микрофон эхо какой сдвоенное такое может ли быть такое что человек в туалет пошел и от натуги живот лопнул и выпали внутренности как говорит он нет кожа кожа она совершенно отдельно действует нет этого то есть обманывают но у него было так я не знаю как но судя по всему его православные зарезали там у них такое было в других житиях я встречал и вот так хотя когда говорят о других они там показывает какой человек плохой баре всегда говорят как он презентабельно выглядел какие у него движения были какой он воздержанный был я не за ария но за то что другое описание есть это же в житиях и ни один не говорила что он какой-то был ну как другой там кривляка какой-то они так об нем и говорили о баре везде положительного внешности его как он выглядел а тут пошел в туалет и там у него живот лопнул и он валялся лежал этого быть не могло по устройству человеческого тела а раз это все-таки там была именно такая кончина значит только одно кто-то мешал кто кому надоел такой как епископ александр был там где-то и когда говорили арии был освобожденный тоже затощение отбывал то он молился только об одном чтобы умереть и его в глазами не видеть надо же как когда написал любите врагов ваших это враги церковно но все равно не видит только умереть то что пока не видеть ясно дело что злоба отнимает разум я не за ария повторяю но меры никакой нету но что батюшка выходит иконы целует это все арии напугал посидение опомнятся от него а как боролся и прям серен он жил где-то там ну кто-то ухаживал за ним женщина как это бабушка и он пришел и говорит лжет прямо я говорит его друг и нам нужно кое-что в книге посмотреть а он по книге по это написал и открывал и считал он принес ее домой клеем всю замазал а крестью склеился и все книга превратилась в кирпич когда случился какой-то диспут и на и взял листать то там нет и вот как бог умудрил сделать то есть ложью хитростью испортил ли книгу и вода плохая книга но не ложишь и все это делать вот такое мое мнение перенесение мощей иоанна златоуста 27 января цитата царь феодосий младший сняв свою багреницу простер ее над мощами а затем припав на перси святого со слезами говорил прости отче прегрешение причиненное тебе завистью не считай меня сообщником греха моей матери и не допусти чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержность сергей голос это не слышно начни сначала чете там опять с аппаратурой то перенесение мощей иоанна златоуста 27 января цитата царь феодосий младший сняв свою багреницу простер ее над мощами а затем припав на перси святого со слезами говорил прости отче прегрешение причиненное тебе завистью не считай меня сообщником греха моей матери и не допусти чтобы я страдал от оскомины за родительскую невоздержность хотя я и сын твоей гонительности гонительницы однако я не повинен в причиненном тебе бедствии прости и согрешение чтобы и я был свободен от упрека тяготеющего на ней преклоняю свой сан к ногам твоим и всю мою власть подчиняю твоему молению прости оскорбившую тебя безрассудным насилием ибо она раскаялась с отделанном тебе и просит прощения обращаясь к тебе со смирением моими устами так помяни очи твое учительное слово о не под не памятозлобе и сам забудь мою злобу я хочу восстать от падения но подай мне руку ты говоривший если кто пал однажды встань и спасешься я не могу перенести твоего недовольства мною далее гроб мой сотрясается сокрушаемые кости боюсь я и вечной казни и того чтобы не быть устраненную от стояния а весную на страшном суде христово многих спас ты своими поучениями да не буду я одна лишена того же спасения не оставь меня зовущий тебе в не оставь меня зовущий тебе во след но отомсти за меня врагу моему дьяволу ибо это он научил меня оскорбить тебя когда никогда научил еву согрешить богу не гневайся на меня не злобивый не памятозлобствовавший в жизни тленной не памятозлобству и внетленной если я жива временную жизнь причинила тебе зло то ты живя вечную жизнью будь полезен душе моей миновала моя слава и ничто мне не помогло помоги же помоги же мне ты очень во славе своей которую ты принял от бога и прежде чем я буду осуждена на страшном суде христовом прости меня безответную житие святого александра память 30 августа когда арий подошел к тому месту которое называлось торжещем константиновым здесь стоял мраморный столб имевший на себе изваяние царя то его охватил великий страх от угрызавший его совести по причине страха арий почувствовал необходимость в удовлетворении потребности телесной и начал искать некоего скрытого места неподалеку оттуда находилась общее народное место войдя туда арий был неожиданно поражен лютою болезнью внутренностей и разверзлась утроба у нечистивого как у иуды ивангелет матфея 27 один так что все внутренности вышли из него так ужасно погиб еретик стоявшие поблизости ожидавшие выхода ария видя что он долго не выходит сами вошли к нему и нашли его мертвым лежавшим в гной и в крови и тотчас по городу прошло известие о страшной неожиданной смерти еретика ария еретики были посрамлены православные же весьма радовались что христос бог истины и явил мщение своему врагу и хули наипаче же воздавал благодарение христу богу святейший патриарх александр благодаря бога за то что он явил милосердие церкви своей и спас ее от того лютого волка благочестивый царь константин великий узнав о такой смерти ариевой еще более укрепился в благочестивой вере и уже до самой кончины своей защищал догматы собора никейского такую силу пред богом имела праведная молитва великого архиерея божия александра подобно острому оружию она умертвила врага божия и доставила торжество церкви православной асим впоследствии упоминал святой григорий богослов в своем слове к цареграцам отзываясь с одобрением и похвалою об александре и говоря так поистине скажу вам вы ученики славного александра ревностного поборника и проповедника святой троицы который и словом и делом вооружился против юридического заблуждения вы помните о его равноапостольной молитве которую он уничтожил начальника и руководителя иертиков на месте которого был достоин нечестивейший язык дабы позором воздать за позор и дабы бесчестную смертью посланную по заслугам было бы обличине обличено навеки смертоносное зло юридичество погубившего много душ это слово говорил святой григорий на похвалу святого александра и на посрамление нечестивого ария почему и упомянул о смерти ариевой случившиеся в бесчестном месте по молитвам александра ибо подобно тому как арий оскорблял сына божия хуля его божество равносильно и соприсносущная богу отцу так и сам принял смерть бесчестную таким образом за оскорбление было отомщено оскорблением